Из девяти участков автодороги Ленинск-Кузнецкий-Прокопец-Новокузнецк 31-й километр считается наиболее опасным. Здесь расположен пункт остановки пассажирского междугороднего транспорта, несколько предприятий общественного питания, АЗС, автостоянка, шиномонтаж, а с левой стороны магистрали населенный пункт Громотейно. Ежегодно на опасном участке происходило порядка 10 аварий, только у крупных за последние 10 лет 12. Из них 7 фактов наезда на пешеходов. Ведь перебраться на другую сторону дороги было проблематично. Поэтому и приняли решение построить надземный пешеходный переход. Новая конструкция протяженности 103 метра, из двух железобетонных пролетов 33 и 24 метра. Путепровод и лестничные марши закрыты щитами из поликарбоната для комфортного пересечения дороги в любое время года. В переходе установлены светильники, что позволяет пешеходам безопасно передвигаться в темное время суток. Я думаю, что нужно это все. Для чего? Ну а для того, чтобы безопасно было там переходить через дорогу, не так. Ну не стоять, не ждать, когда пройдут автобусы и машины. Ах, зашел, прошел и все спокойно. Переход стоимость около 30 миллионов рублей сделали менее, чем за год. Плюс большой объем работ выполнили по благоустройству прилегающей территории. Здесь вопрос решался в комплексе. Кроме этого, сделаны два съезда для автобусов и транспорта, чтобы они могли подъехать к объектам сервиса, и два остановочных павильона, то есть комфортных. На это еще ушло порядка 15 миллионов рублей. Работы выполнялись с подрядными организациями нашими традиционными. Это мостотряд 85, это подразделение Сибмаста, которое выполнило пешеходный переход и надземный путепровод. И нашими подрядчиками это Автодор, компания, компания Лель, компания Кузбасс, спецмонтаж, Кузбасс, промспецмонтаж. Территорию заасфальтировали, поставили ограждение. А чтобы водители лучше ориентировались, установили 37 дорожных знаков. На проезжую часть нанесли соответствующую разметку. Безусловно, все эти меры не могут не повлиять на безопасность. По нашим подсчетам и положениям, да, мы планируем здесь прийти к нулевой аварийности. Сегодня же сданы еще два крупных объекта. Путепровод на 97-м километре трассы первой категории и новая дорожная развязка в районе 97-го километра дороги Белово-Коновалово-Прокопьевск. В ближайшем будущем подрядчики планируют начать комплексный ремонт этой старой трассы.